всем привет это вадим с выпуском про рабочие полу ботинки они на самом деле тоже часто используются классика жанра это наверное такой кроссовер потому что это вообще формально считается туристические мерил утеплены не промыкают соответственно и это такие полу туристические полу рабочие ну скажите эти резиновые ботинки или как здесь их называют duck boots утиные утя утиная такая это сперри кстати которые делают болтшус но на самом деле работяги такие боты часто носят потому что грязь вода в любую лужу зашел они кстати легкие в общем нормально на самом деле это тоже а занимает определенную нишу на рынке рабочих ботинок как ни странно ну кин понятное дело это кин это короли вот они мерил и кин как видите это прямо не совсем вот полу ботинки но и не ботинки это кстати стальной носок то есть это вот рабочие не полу а три четверти new balance легкий вариант вот кстати чё new balance потащился на рынок рабочих ботинок не знаю кстати стоят эти ботинки недорого мы их продаем за 29 и до сих пор продаются легкие стальной носок так сделаны боты качественно не промыкают хорошая кожа качественно очень выделки в общем так вот выглядит хорошо вот они красотулечки мои любимые скетчерсы ну нормальные рабочие ботиночки маленький размер waterproof водозащитные что еще нужно еще вот народ изгаляется там какие-то за дорогими брендами гоняется нормально грипп есть непромыкаемая кожа хороший но бог хорошие ботинки я уже много раз говорил что скетчерсы недооцененный бренд ну и мразишь докажешь тимберлен это такая тоже облегченные версии тимберлен даже в руки беру вот кстати маленькие скетчерсы на много меньше чем эти они тяжелее чем вот эти тимберлены то есть облегченная версия на видимо какой-то определенный случай вот это рабочие чуни я уже каком-то обзоре их упоминал австралийский я так догадываюсь что из кожи кенгуру сделаны грипп такой средний так ничего и видимо удобно что что их вот отдел и пошел не нужно зашнуровывать я честно говоря конечно не люблю такие потому что это нужно определенный свод верхней арка стопы должна быть потому что если она у тебя не вот не слишком не совпадает с этой то либо они все будут жать либо они у тебя будут болтаться как дремо в проруби то есть их надо угадывать и мерить как за очень такие покупают люди это вообще ботинки заочно это стремное дело вот но из того что они мягкие и очень легкие работяги это исключительно рабочие ботинки это конечно не туристически не в коем случае пользуются спросом водишь ты ну и естественно а помните остап бендера каком полку служили донер это армейские ботинки дезерт акаде то есть видимо пустынный вариант а ну да пустынный вариант вот эти два отверстия вентиляционных хотя много плотно сделано нормально я думаю в них и в легкий мороз не замерзнешь и это такие классные боты хотя и военные но работяги кстати очень уважают военные боты независимо от того служили они или нет маленький размер поэтому учета висят у нас прямо повисли ты хоть тресни а так вообще они уходят очень быстро донер это американский бренд сделано в америке прикольные боты да вот на вот так вот я прям их схватил когда увидел сразу вот прикольные ботинки вот их там вот хочется ухватить даже если потом посмотришь не очень уходит но классные вот это вот были так сказать три четверти а теперь несколько действительно полу ботинок вот прям как полу ботинок джорджия бут о видите это прям считай ботиночек такой тоже уже прям вот почти как оксфорд то есть стандартный ботинок опять же pull in но хотя бы 10 резиночкой сделали пусть разумно чтобы так хоть как-то подтягивала стальной носок тоже не сказать чтобы они очень дорого стоили джорджи будет вообще известный бренд они очень давно на рынке их ботинок попадать ботинки напопадаются периодически достаточно высокие вот мне первый раз попались такие низкие ну то есть как будто взяли вот ботинок так хопа обрезали резинку ставили по сути в общем ничего особенного опять же скетчерсы вот про которые они станут повторять я вот только что показывал и ну вот скажем мерил мерил может быть более туристические это уже рабочие скетчерсы потому что стальной носок на вид как будто туристические ботиночки но стальной носок туристу насколько я могу предположить они сильно нужен зачем утяжелять вес может только с каким-то особым туристическим заходом так как будто туристические остальным носком но и бренд скетчерс works как бы говорить сам за себя стил то даже написали если ты дебил и не можешь определить то вот тебе прямо написано тоже дешевые а сделаны отлично висят заразы хоть тресни каролина каролина будет очень известная обувная компания мы продаем такие лагерные по моему ботинки просто просто дорого они висят пока что чем интересны эти полу ботиночки материальчик ну это вообще вот прямо как шанхайки тряпочник ну там конечно на двухслойные не знаю как насчет не промыкаемся ничего нигде не написано стальной носок то есть это вот прям совсем легкие ботиночки интелли сфир чего-то там какая-то подошва чего-то там прямо гриб как сати вообще практически никакой то есть я так понимаю это подразумевает что ты по земле не немного ходишь но тебе нужно защита от если что тебе шмякнется помните как этот нехороший человек этот мазир алибабаевич мне батарею на ногу уронил падла вот я так понимаю для таких случаев видимо прикольные боты родоначальники жанра double h это вот полу ботинки на вид обычный стальной носок подошва тоже без гриппа то есть это помещение работать oil resistant то есть по маслу и там не споткнешься и кульбит такой-то не выпишешь ну скорее всего это хорошо классно сделано кожа все и главное и главное конечно вид вот что меня удивило равновенные ботинки давно сказал как почти что кроссовки и то что вот что называется не в жизни бы не сказал что это рабочие ботинки это вот прямо классический экземпляр fashion sneakers то есть кроссовка ботинки скорее всего даже ботиночки которые так чуть-чуть как-то стали похожи на кроссовки слегонца floor shame это вообще бренд деловых ботинок по моему даже они кроссовки не делают насколько я знаю это они когда-то прямо рулили здесь на рынке деловой обуви сейчас они ботиночки делают но в основном вот именно полу ботинки и вот и вдруг тоже потянуло на рабочие ботинки это представьте себе да work линия и стальной носок то есть падеж ты кому-то вот понадобится чтобы была кожа изнутри материальчик такой приятный и вот чтобы что называется тебе ничего не упало ну я так вот просто так догадываюсь может быть в магазине ты когда работаешь и и там снимаешь какие-то упаковки большие там коробки или прочее так мало чушь упала если чушь тебе пальцы не отдавило возможно надо им виднее раз они такие делают кстати новые очень дорого стоят а вот эти конкретно мы продаем за 39 может даже дешевле придется состояние хорошее вот но новые они прям котируются тоже подошва с антискольжением как всяким каким только можно какой-то контекст видите так она разделена на множество ячеек это часто такие ботинки которые для людей которые работают в магазинах где там часто полы допустим моют в ресторанах вот там часто такую подошву делают я это замечал вот вот такой обзор рабочих полу ботинок оставайтесь с нами буду постить дальше какие еще ботиночки нарою покажу